У барабана громкий голос, да пусто внутри, так и у некоторых бойцов много слов и крика перед боем, а в самом поединке ничего, кроме бега и плача. Привет, желтопузо и кленовые листочки! С вами Федорович, а в этом видео мы посмотрим на феноменальных бойцов, которые наконец-то поняли, что легкая атлетика – лучшая тактика не только на улице, но и в профессиональном поединке. Многоопытный практик лучше мудрого теоретика, а здоровенный качок все-таки сильнее бойца, которых в два раза меньше, ну или по крайней мере страшнее. В поединке Брунейки, который является бодибилдером и стронгменом против Оздобы, для которого это был дебют в ММА, зрители увидели завораживающий бой. На полном серьезе это было серьезное зрелище. Смотреть такой бой в клетке – это как наблюдать на поляне за битвой быка против волка. Брунейка тупо гонялся за Оздобой, пытаясь схватить того, наверное, чтобы перевести в партер и тупо задавить. Но боец, будучи в два раза меньше, это прекрасно понимал и не собирался так просто лишаться завтрака под давлением здоровяка. Поэтому постоянно бегал и выбрасывал навстречу удары руками, которые попадали и разбивали качка. Но, к сожалению, его тактику не оценил рефери, который делал ему неоднократные замечания за уход от боя и в конце концов дисквалифицировал. Но и обвинять пацана не в чем, что ему оставалось сделать против такого здоровяка. Когда два метеорита сталкиваются в далеком космосе, эту вспышку видно даже через миллионы километров. А когда два серьезных тяжа сходятся в клетке, даже доярки оставляют голодных коров, чтобы посмотреть на эту зарубу. Но в поединке Льюиса против Гану самое интересное было на взвешивании. Бедные зрители не увидели за весь бой ничего, кроме танцующих тюленей. Долгие, скучные, неинтересные три раунда по пять минут, за которые Льюис выбросил аж 20 ударов, а на гану невероятных 11. Многие диванные эксперты после боя с уверенностью заявили, что это были самые бесполезные выпитые пять литров пива в их жизни. Рефери постоянно делал замечания пацанам, чтобы они начали драться, но все бесполезно. Это как смотреть на двух спорящих в кабаке алкашей. Ты вроде бы ждешь, когда же они начнут драться и будет красивый нокаут, но понимаешь, что этот бред слушать уже не можешь. А уйти тоже не получается, потому что любопытство и ожидания нокаута перевешивают. Вот что значит петля времени. Кто боится, того и бьют, а кто лежит, того не трогают. Именно такую тактику взял на вооружение Махаджи в поединке против Конакова. Проведя неплохой первый раунд в попытках перевести бой в партер и там попытаться что-то сделать, в общем, как обычно для чистого борца, На второй раунд пацан еле встал со стула, чтобы выйти в клетку. Он был настолько изнеможден, что не мог толком не то что двигаться, а даже стоять. Поэтому постоянно падал на канвас, подзывая противника к себе. Но Конаков не стал идти в обнимашки и правильно делал, а просто расстреливал ноги Махаджиева, на которого не действовало даже желтые карточки рефери. Ну а вообще правильно, лучше посидеть и потерпеть удары, отдыхая и летая в мечтах по пляжам Египта, чем вставать и задыхаться от усталости. А закончилось это все дело дисквалификацией. Кто боится медведя, готовит собак, а кто боится драться, ложится на канвас и подзывает противника присоединиться. В поединке Гярда против Селмана первый решил испробовать тактику Бешеного Краба, падая на канвас и передвигаясь исключительно на пятой точке. Но при этом очень активно, с возмущениями, махать клешнями и подзывать к себе противника. Типа, давай подходи, попробуй покувыркаться со мной на канвасе. Я знаю, что тебе слабо, просто так упасть на пол и поваляться. Конечно, Селман на такие призывы не реагировал, а просто расстреливал оппонента, когда тот кое-как вставал. После боя Гярд объяснил свою тактику тем, что у него были отбиты ноги, он просто не мог стоять на них. А отправившись в госпиталь после дисквалификации, так как рефери это все надоело, ему пришлось колоть обезболивающе. Пацану реально отбили ляжки. Лучше заставлять иногда сына плакать, наказывая его, чем потом плакать о том, какая бестолочь из него выросла. Так же и у бойцов. Лучше хорошо отбоксировать пару раз пропустив, чем отбегать весь бой и слышать в свой адрес упреки и насмешки. Но так думают не все. В поединке Канелло против Лары зрители чуть не заснули, так как Лара с первого раунда выбрал тактику бей-беги. Сам по себе он очень толковый боксер, техничный и быстрый, но именно из-за таких поединков он не стал топовым бойцом. Одно дело, когда так работает Мэйвезер, который зарабатывает деньги перед боем языком, а другое, когда боец, с которым не хотят драться и которому нужно заявить о себе. Но каждый делает свой выбор, отбегать и остаться в живых или пойти в зарубу с Канелло и лежать в больничке. После боя Канелло сказал, что он не ожидал поединка, в котором ему пришлось бегать в марафоны, больше, чем на тренировках. Когда бык падает, над ним нависает много ножей, а когда падает боец, в него летит много удара. Но это не всегда, особенно когда боец падает сам и приглашает полежать рядом противника. В поединке Маковский против Сэры зрители увидели, что такое мастер джиу-джитсу, который устал и применил тактику тюленя. Сэра, будучи чистым джицером, в первом раунде решил взять Маковский нахрапом и перевел бой в партер, где пытался что-то сделать, но не смог, при этом потратив все свои немногочисленные силы. Во втором раунде он тупо убегал к клетке, а когда Маковский делал любой удар, сразу падал на канвас и зазывал его к себе в партер. А потом и вовсе начал валить в партер сам себя, гениальными лоу-киками, как клоун в цирке, который подскальзывается на собственных соплях. Но Маковский оказался не любителем голубой устрицы и ложиться рядом отказывался, просто отходя, заставляя тем самым Сэру подниматься и работать в стойке. В общем оказалось, что Рэп боится клоунов и он дисквалифицировал Сэру за такой цирк. Как легка война для зрителей, так же легок бой для диванных экспертов, которым нужно только зрелище и кровь. Поэтому, когда один из бойцов отказывается это давать, подвергается свисту и обстрелу бутылками. В поединке Старнса против Кори на UFC зрители не только свистели, но и ревели, кричали, плакали и смеялись. А все потому, что почти за три раунда боя Старнс выбросил всего 12 ударов, но набегал 12 километров по клетке. Кори уже устал за ним бегать, но и это подтолкнуло Старнса к действиям. В общем, рефери это надоело и он остановил бой, дисквалифицировав Старнса. А UFC после этого боя больше ему поединков не предлагало. Лучше прожить один день соколом, чем год курицей, но иногда один скучный бой ставит на тебе клеймо лузера. В поединке Шемрака, который считался одним из лучших бойцов против Северна, который также был крепким и большим малым, зрители увидели самый скучный бой в истории UFC. Оба бойца просто ходили друг напротив друга, кружа в волшебном и завораживающем вальсе. А дело все в том, что именно перед этим боем были изменены правила относительно ударов, и бойцы тупо не знали, что им делать, чтобы не получить дисквалификацию. В общем, победил Северн раздельным решением судей. А вот только что они оценивали, грацию или пропорции, как у бодибилдеров, я не знаю. Когда даешь в долг, ты друг, а когда требуешь обратно, ты враг. Так и у бойцов, пока показываешь зрелищные бои, тебя восхваляют, а когда начинаешь думать про здоровье, критикуют. В поединке двух отличных боксеров, Пакьяо против Мозли, зрители увидели начало хорошего боя. Но в третьем раунде Пакьяо отправил Мозли в нокдаун, и это как зима, пришедшая в Африку, изменила все. Мозли стал тупо уходить от поединка, постоянно разрывал дистанцию и боялся бить. После шестого раунда он даже хотел остановить бой, но тренер ему сказал, держись, сейчас Пакмену станет за тобой бегать, и ты его завалишь. Но такая тактика очень сомнительна, а с топовым бойцом в лице Пакьяо тем более. Кто не станет волком, того волки загрызут, а чтобы не загрызли, приходится становиться диким оленем. В поединке Гуиды в белых шортах против Мейнора зрителям посчастливилось наблюдать, как пять раундов по пять минут Гуида сдавал нормативы по бегу, используя невероятную тактику зайца на велосипеде. Бедные зрители 25 минут испытывали кучу восторга. Первые пять свистя и кидаясь бутылками, а остальные 20 играя в тетрис на телефоне. Когда Мейнору надоело гоняться за противником, он начал тупо опускать руки, требуя от того хоть каких-то ударов. И Гуида даже пару раз ударил, только потом сразу переходил в ноги. Кстати, толком в партер так и не переведя. Короче, вся эта вакханалия закончилась единогласным решением судей. Пишите в комменты, как от вас бегали все чемпионы пельменных, и что вы думаете про таких марафонцев в ринге. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, ставьте лайк и делитесь видео с друзьями. А также подписывайтесь на мой второй канал Клон в описании. Также вы можете стать покровителем канала по ссылке в описании и получать эксклюзивные плюшки от меня. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Субтитры сделал DimaTorzok